Три года уже говорят о том, что школа будет построена. Никаких движений. У жителей Снежного накопились претензии к магаданским чиновникам. На двухчасовой встрече с администрацией города делились на болевшим. Особое внимание уделили школьному вопросу. В самом поселке дети получают только начальное образование. За средним едут в город. Но, по словам жителей, не все магаданские школы готовы принимать новых учеников. Не хватает мест. Юрий Горишан отметил, что активистам Снежного следует войти в состав Совета общественности. Они все должны входить в этот Совет общественности микрорайона и надиктовывать власти проблематику, которая есть. Даже директор магазина и тот должен войти в Совет общественности микрорайона, потому что нам скажут, какие дети пытаются приобрести алкогольные напитки. Они им, конечно, не отпускают, но которые пытаются приобрести алкогольные напитки. Это очень серьезный срез. На втором месте по количеству жалоб ЖКХ. Зимой в поселке плохо убирали снег. Минимум в трех многоквартирных домах протекают крыши. Обслуживает Снежная управляющая компания «Надежда». Вот мы живем у нас в подъезде 25 лет. Ни разу ремонт не делали. Ничего не делают. Эти ступеньки такие страшные. Мальчик, я так стою, мальчик, упался ступенник прям вниз головой. У меня же сердце оборвалось. Так жалко его было. Встреча с жителями значительно сократила бюрократическую цепочку. Решение части вопросов было найдено на месте. По остальным чиновники уже не смогут сослаться на неосведомленность. Будет проведена проверка по обращениям данных граждан. Будет управляющей компанией выдано предписание со сроком исполнения. Данные представления, они обязательны к исполнению. За неисполнение предусматривается штраф. На себя мэрия также взяла решение других непрофильных проблем жителей Снежного. В поселке нет ни банкоматов, ни аптек. Договариваться с бизнесом будут чиновники. Продолжение следует...